Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2561. «Какие события уходящего года вы считаете наиболее значимыми для России и ее народа?» Отвечает Патриарх Алексей II. Уходящий год был насыщен многими событиями. К сожалению, некоторые из них стали настоящим испытанием для России. Чудовищные террористические акты потребовали особого напряжения духовных сил народа. Несмотря на поистине ужасные события, никто из нас не поддался отчаянию. Никто не был ослеплен безрассудной жаждой мести. Можно сказать, что с Божьей помощью мы и выдержали выпавшее на нашу долю горе, молясь о безвинно убиенных, сострадая их близким, заботясь о раненых. Но нельзя сказать, что лишь скорбями был исполнен этот год. С великой радостью мы отпраздновали 250-летие со дня рождения преподобного Серафима Саровского, по молитвам которого возрождается вера православная в нашем Отечестве. При огромном стечении архипастерей, пастерей, монашествующих и мирян в Девеево была почтена память великого подвижника. Уверен, что общероссийское почитание преподобного Серафима есть свидетельство не только живой веры, но и исторической памяти нашего народа. Его верность духовной традиции, вновь проявленная в ходе торжества, есть залог нашего будущего. Этот год ознаменовался также пребыванием в России святых мощей преподобномученицы княгини Елисаветы Федоровны и пострадавшей с ней преподобномученицы инокини Варвары. Длинную очередь верующих к мощам святых новомучениц это еще один символ покаяния России за грехи, лихолетия, возвращения страны на исконный исторический путь. Архиерейский собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 3-го, 8-го октября 2004-го года, также стал одним из важных событий года. Убежден, что внимание, которое было уделено собору со стороны представителей государственной власти, средств массовой информации, общество в целом ясно говорит об успехах христианского просвещения. Собор, представляющий всю полноту Русской Православной Церкви, высказал суждения по многим проблемам современности. Президентские выборы 2004-го года показали, что на смену периоду бурных преобразований приходит время стабильного национального созидания. Власти все чаще прислушиваются к собственному народу, к его чаяниям и традициям, а не к советам из-за рубежа. Большинство граждан поддерживают такую тенденцию, о чем свидетельствует результат упомянутых выборов. Искренне верю, что грядущий год принесет новые плоды на духовной ниве, продолжит церковное возрождение. Отвечает Игнатий Лапкин, как страшно слышать это от «духовного лидера» для миллионов людей. Он же ни слова не сказал ни о Христе, ни о руководстве в жизни, о Библии Святой Вечной. Что попало из газет мирских, собирает господин Редигер, которого проще тут назвать дядей Алексеем. Послание Святого Апостола Павла Кремлян, 2 глава, 20 стих. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Евангелие от Луки, 11 глава, 52 стих. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим вас препятствовали. Ветхий Завет, книга притчи Соломоновых, 12 глава, 11 стих. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Книга пророка Исаии, 19 глава, 14 стих. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.